Декабрь 2017 года. Прямой эфир 11 канала. Проект «Человек года». Среди тройки претендентов на премию в номинации «Интеллект» ученик 8-й школы Григорий Яшин. Неоднократный победитель различного рода олимпиад по математике и русскому языку. Призер по астрономии и экологии. За пять минут голосования тогда Григорий набрал 199 голосов зрителей и стал победителем, получив денежную премию в размере 10 тысяч рублей. Сегодня Гриша вновь в центре внимания, но уже на сцене Дворца культуры. Он получает премию как отличник учебы. В жизни это скромный, вежливый и очень увлекающийся науками школьник. Григорий любит мастерить различные приборы и параллельно наблюдать за природой. Словом, разносторонне развитый юноша. Больше всего мне нравится сочетать науки. То есть химия и биология в сочетании, они же описывают природу. То есть процессы, происходящие в клетке, в органоидах. География тоже много в чем помогает. И такие науки, точные, как физика, они тоже много могут описать природу. А информатика, в данном случае, в современном мире, открывает большие перспективы моделирования природных явлений в компьютере. И как-то стараться представить их в математической модели. То есть точные науки, здесь все получается взаимосвязано. И вот это самое интересное. И таких уникальных детей в нашем городе достаточно, чтобы прославлять Полевской далеко за его пределами. Хочу поступить на хореографическое учреждение, хореографом стать, пойти дальше, открыть свою студию, там танцевать, там учить деток всяких. Чтобы они получали все, что получаю я к танцам. В ближайшем будущем я планирую начало в конце месяца получить кандидат в мастера спорта. А дальше уже летом начать тренировать сильно младшую группу, чтобы они выросли чемпионами и становились лучше, чем мы. Я принимаю участие в различных олимпиадах и конкурсах. И это уже моя третья премия. И 11 класс это последняя премия, которую я получаю. И это достаточно тяжелая работа, потому что каждый конкурс требует определенной подготовки. И совмещать это, конечно, и с различными занятиями. Также в творческой сфере я занимаюсь в творце культуры. И со школьной программой это достаточно трудно, но интересно преодолевать себя и постигать что-то новое. Пока на полевских предприятиях кипит работа, в школах готовят будущих ученых, юристов, певцов, танцоров и спортсменов. Премия попечительского совета дает хороший старт для будущих достижений. Мероприятие, которое мы проводим, оно очень волнительно. Волнительно для детей, волнительно для их родителей, для их наставников. И я скажу, что я как председатель попечительского совета тоже волнуюсь. Я очень рад за наших детей. Вот сейчас посмотрел выставку художественной школы. Ну, талантливые растут у нас дети. У нас есть прекрасные спортивные успехи на территории именно детьми достигнутые. Есть прекрасные успехи, достигнутые детьми в разделе интеллект, в различных олимпиадах. Поэтому, думаю, что мы делаем прекрасную мотивацию, учредив премию попечительского совета. Дети стремятся, каждый хочет стать лауреатом. Думаю, что многие из них, побывав однажды здесь, стремятся это сделать не единожды. Каждый год церемония вручения премии попечительского совета проходит в торжественной обстановке. По словам организаторов, это обязательное условие, чтобы номинанты ощущали праздничную атмосферу и всю уникальность этого события. Если так подумать, эти ребята, завтра, получив образование, завернутся в город и будут работать в этом городе, делать его лучше год за годом. И так будет всегда. Ко всем существующим приметам окончания учебного года в Полевском добавляется еще одна уникальная, прекрасная, замечательная примета. Это вручение премии попечительского совета. Премия попечительского совета стала семейным событием. Ведь на сцену вместе со школьниками-номинантами поднимаются и родители, которые год от года стараются помочь им найти себя. У родителей задача очень простая и очень приятная. Любить своего ребенка, уважать его интересы и создать ему комфортные условия. А все остальное – это заслуга учителей. Основная задача премии попечительского совета – это как раз стимулировать учеников на большее достижение в будущем. Три педагога дополнительного образования, пять воспитателей и 13 учителей стали обладателями денежной премии попечительского совета. Они сегодня не в тени праздника, ведь весомая часть успеха ребят – это их заслуга. Ну, это итог определенный учебного года, какого-то промежутка жизни. Это общественное признание, которого нам в нашей, может быть, рутине какой-то не хватает. Это праздник очень торжественный, очень долгожданный. И очень приятно, понимая, что ты работаешь не зря, что это кому-то надо, что столько замечательных детей мы сегодня увидели. И это круто. Бессонные ночи за конспектами, изнурительные тренировки, сотни прочтенных книг и повторения сложных па. Год они трудились для того, чтобы сегодня получить не просто денежную премию, скорее ради признания. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости твой день.